За сутки в городе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в них пострадали 6 человек. Днем 20 января, примерно в 12 часов, авария произошла на улице Оскарова, рядом со зданием театра оперы и балета. Здесь столкнулись три автомашины Volkswagen Passat, Volkswagen Golf и Audi A4. Volkswagen Passat и Audi ехали по главной дороге улицы Оскарова во встречных направлениях. Audi в сторону перекрестка с улицы Мангельдина, а Passat в противоположную сторону. Volkswagen Golf выезжал с второстепенной улицы Бостон-Дыгской. Авария произошла, по словам водителя Volkswagen Passat, по неосмотрительности водителя Audi, сворачивавшего на второстепенную улицу. На главной дороге перестраивался в правый ряд, получается, отсюда машина выезжала, этот на поворот шел. Все. Не удалось избежать столкновение? А? Не знаю. По тормозам, да, он не успел. Двигался со скоростью где-то 40-50 километров. От удара Volkswagen Passat съехал в сторону и ударил выезжавшую на главную дорогу Golf. К счастью, в аварии никто не пострадал, но автомашинам нанесен материальный ущерб. Кто его будет возмещать из степени вины водителей, сейчас выясняют дознаватели административной полиции. Очередной пожар с человеческими жертвами зарегистрирован в Туркестане. На путь дежурного местной службы противопожарной охраны поступило сообщение пожарец улицы Абая. Здесь сгорел частный дом. На тушение пожара выехали две пожарные автомашины и 10 человек личного состава. По прибытию на место пожара было видно, что горит времянка. Площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Пожар был потушен в течение часа. На полу в комнате найден труп гражданина 86-го года рождения. Предположительно, молодой человек погиб в результате отравления продуктами горения. Более точную причину устанавливает судебно-медицинская экспертиза. По факту пожара и гибели человека расследование ведут дознаватели управления по честь города Туркестана и сотрудники местного РОВД. А ночью в час сорок сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера противопожарной охраны Шимкента. В микрорайоне Нурсад сообщили местные жители, загорелся автомобиль Volkswagen Caddy. Огонь вспыхнул в салоне автомашины. На тушение выехали две бригады противопожарной охраны. На ликвидацию огня пожарным потребовалось 20 минут. В этом происшествии никто не пострадал. Сейчас причины возгорания и сумма ущерба, нанесенного огнем, выясняют дознаватели управления ПЧС города Шимкента. Утром примерно в 11 часов тревожный вызов поступил спасателем отряда департамента по чрезвычайным ситуациям. Родственники мужчины, проживавшего в 17 микрорайоне, просили вскрыть дверь в его квартиру. Как сообщили вызывавшие, в течение двух дней он не отвечает на телефонные звонки. Прибывшие на место происшествия спасатели открыли дверь, запертую изнутри, и прошли в квартиру. На кресле они обнаружили труп 52-летнего мужчины. Врачи Центра медицины катастроф диагностировали его смерть по одной из версий в результате остановки сердца. Телесных повреждений не обнаружено. Составив протокол осмотра, спасатели покинули место происшествия. Сейчас точные причины смерти мужчины устанавливаются сотрудники Энбекшинского отдела полиции. Мы на месте. Тогда на заработал вручили эту скалу голосно. Мы заприняты. Выезжаем.